если мы с вами риск сделали бы не один процент а хотя бы 3 мы бы с вами заработали бы в этом случае 82 процента добрый день уважаемые коллеги мы с вами продолжаем серию наших небольших коротких мастер-классов по расторговке различных валютных пар но сегодня предлагаю ваше внимание обратить на пару доллар иены посмотрим как можно было стартовать их последние дни февраля начнем с прошлого движения который у нас был и посмотрим как это все нисходящее движение мы с вами могли удерживать используем будем как всегда основные инструменты моей торговой системы это каналы вадимовича ну и соответственно авторский инструмент зона вибрации как нам понять что произошел разворот цикла давайте построим зону максимальной коррекции зону максимальной коррекции построен мы видим что она проторгована ниже этого первогоняя второго слоя чтобы побиты направляющие каналы это означает что у нас большой долей вероятности произошла смена цикла вам с вами остается найти точку входа на продажу во первых мы с вами меняем зону в семале коррекции на уровень поддержки в том что теперь он будут выступать именно в качестве до кого во вторых мы сами proclaim и не будем строить зоны максимальной коррекции вверх чтобы найти себе точку входа соответственно перестроили канал тоже таким же образом чтобы определить предельную зону нормальной коррекции и что мы здесь в этом случае с вами можем увидеть. А видим мы с вами вот такую структуру, что цена пробивает зону максимальной коррекции, но направляющие каналы пробиты ложно. То есть цена пробила их и вернулась обратно. Что само по себе означает предложение исходящего движения. Нам остается с вами найти нормальную точку входа. Нормальную точку вход мы с вами находим на тесте пробитых направляющих канала, на тесте уровня поддержки, что в общем-то является очень хорошей объективной точкой для входа в позицию. Рассчитываем с вами наш торговый лог. Смотрим. Наш стоп лог тут должен заставлять ну что-то порядка 30 5 пунктов. 35 пунктов. Мы с вами выбираем риск допустим 1%. Выбираем 35 пунктов. Получается 70 пунктов у нас совокупный стоп лоз на 2 ордера. Соответственно наш торговый лот в этом случае это 0.18. 0.18 мы с вами делим пополам. Получаем значение 0.9 и входим с вами лотом 0.9. Входим двумя ордерами и смотрим что у нас с вами получается. Видим что наша цена пошла дальше вниз как ожидалось и доходит до недельной зоны где мы вскроем первый свой ордер. Прибыль себе получили. Второй ордер мы будем с вами укрыть на следующей логичной зоне это полуторанедельная зона. Отлое мы с вами продолжаем строить зону максимальной коррекции чтобы определить точку разворотов цикла чтобы получить чего выйти вручную. Перестраиваем также канал и смотрим что у нас с вами здесь происходит. Видим что цена доходит до зоны максимальной коррекции отбивается от нее рисуется паттерн манипуляции что в общем дает нам еще одну точку входа. Паттерн манипуляции мы с вами можем посмотреть поближе и увидеть что он очень четкий красивый здесь был для точки входа и рисуется он следующим образом. Вот у нас он наш паттерн манипуляции. То есть был у нас бар вверх. Расторговали его вниз. Затестировали. На этом тесте может было очень хорошо войти в продажу. То есть вошли в продажу еще двумя ордерами с таким же допустим в топ лоссом. Ну цена доходя на уже полуторанедельной зоны. Тут мы с вами кроем наши два ордера. Один который был открыт вверх. Второй который открыт с текущих позиций. И продолжаем следить что у нас происходит. У нас есть еще один открыт ордер который мы с вами продолжаем вести до момента разворота. Опять строим зону максимальной коррекции. Видим что зона максимальной коррекции пробивается. Но направляющие канала не пробиты. Что означает ложный пробой зоны максимальной коррекции. Продолжение исходящего цикла дальше вниз. Вновь перестраиваем на новый лой. И здесь на новый лой мы уже с вами должны внимательно посмотреть что у нас происходит. Во-первых у нас пробивается зона максимальной коррекции. Что является предпосылкой для смены цикла. Во-вторых мы здесь с вами можем обнаружить такой паттерн. Очень распространенный. Это голова и плечи. И мы с вами видим что у нас паттерн рисуется. И по сути у нас с вами рисуется с учетом пробития зоны максимальной коррекции, что само по себе говорит нам о том, что возможно разворотная какая-то формация. Разворотность этой формации мы с вами устанавливаем и на пробой линии шеи мы из сделки последней нашей выводим, потому что держать позицию при таком формате особого смысла не имеет, потому что сам по себе паттерн разворотный и может войти дальше вверх. Ну, как мы видим, с вами наши предположения не оправдались, то есть цена по итогу пробила направляющий канал, означает, что никаких шансов вообще теперь на нисходящее движение в общем-то в рамках такого таймфрейма 5-минутного их нету, то есть мы с вами должны теперь в рамках 5-минутки искать себе точку входа на покупку. Она, конечно, здесь тоже была, то есть мы с вами могли войти от зоны максимальной коррекции на тесте вот этих направляющих каналов. Ну и соответственно мы в этой сделке с вами заработали 29% при риске 1%. Если мы с вами риск сделали бы не 1%, а хотя бы 3%, то получили бы возможный торговый лот 0.56%. Если мы с вами делим пополам, то есть вошли бы лотом 0.25%, то есть мы бы с вами заработали бы в этом случае 82%. Ну вот таким вот образом мы с вами могли расторговать иену. В принципе ничего суперсложного не было, все в рамках торговой системы. Ну на этом все, о чем хотелось бы сказать вам сегодняшнего нашего короткого мастер-класса. Всем спасибо за внимание, ну и побольше прибыльных интересных сделок.